Мы находимся в Запорожской области, Паршут Равневе. Сегодня у нас 30 июля. Поспевает персик среднего срока созревания Royal Glory. Это итальянские персики, из Италии мы их завозили. Селекция Фоэтзайгард США идет. То есть это линейка зимостойких сортов персика, вот именно с приставкой Royal. Это один из самых ранних представителей данной линейки. Я уже в прошлом году делал отдельное видео по этому поводу. Можете посмотреть, там я более детально характеристики этого сорта рассказывал. Но в этом году покажу, какой был урожай на этом дереве. Значит, это итальянский клоновый подвой, слаборослый. Но где-то дерево высотой около 2,5 метра. Вот это вот. Значит, вот так. На миндале показывает более высокую урожайность. По крайней мере, у нас в Запорожской области. Значит, этот сорт мы завозили с Италии. Это был в 2013 году. Поскольку я помню, там было в описании. Смотрите. Сейчас покажу, вот какие плоды урожай на этом году. Грояли. Наша краска у них полностью на 100%. Независимо от того, где находился персик. Вот этот вот полностью в тени. Вот эти вот кожные от солнца сторона персики. Конечно, извиняйте, но ветер сильный. Ничего поделаться не надо. Так, этот персик у нас испортился. Он бился об сетку. Так, кинем в сторону. Ну, выборочно уже мягкие. То есть, можно уже что-то выбирать есть. Но часть плодов еще полностью твердые. Вот такие вот массивные, крупные. Ну, еще раз напомню, что это самый ранний среди роялей. И на нем считаются самые мелкие плоды. Ну, где-то в районе 150 грамм заявлено по описанию. Вот такие вот красавцы. Вот тоже. Вот тоже. Да, такие же. Красавцы. Значит, вкус у них очень замечательный, я бы сказал. Кислоты практически нету. Вот тоже такие вот. Вот еще полдри у нас есть. Реал Глори. Так, на этих ветках. Там тоже где-то вдалеке есть. Немножко неудобно снимать. Вот, потому что с другой стороны сильный ветер дует. А с другой стороны сетка мешает. Ну, сейчас вот по свежейшему. Некоторые сетки. Так вот, мягкие. Значит, на дереве они отлично закреплены. Сам видите, какой ветер. У нас такое часто бывает. Вот. Сорвал я. Где-нибудь вот здесь. Сегодня еще делал съемку Антарио, Персиково. Рядом положу. Наиболее... Вот этот вот возьму. Вот. Такой вот. Наверное, на два штуки хватит. Сейчас висы свои достану. Карманные небольшие. Сейчас будем взвешивать. Значит, заявлено где-то в районе 150 грамм. 140 там, как-то так вот было написано. По полномологии зарубежных сайтов. Вот такие вот приличные. 180 грамм. Нормальные. 193. Так вот они в руке смотрятся. По-моему, очень даже солидно. Вот такие вот у нас Роял Глори в этом году. Это Антарио. Там видео можете отдельно посмотреть. Тоже сегодня я снимал его. Еще будем сымать. Помягче, чтобы потом будет все поесть. Чтоб не пропадал. Вот этот сорван. У него еще немножко успевший. Значит, на дерево они провисят еще, по моим подсчетам, примерно дней 10, это 100%. Так, сейчас чуть-чуть выдвинуем. Ах, один упал уже. Так, чуть поменьше будет. 150 грамм. Ну, такие вот они заявлены, примерно вот такого вот размера. Рояры. Чуть попозже потом видео сделаю Royal Time в этом году. Будет Pride, будет Li. Ну, там еще другие некоторые. Вот такие вот рояли. Так, сейчас надо мякоть показать. Кому бы из них попробовать. Вот этот. Вот такая вот мякоть. Салатки отличные, вкусные. Вкус великолепный. Сейчас буду надавливать. Покажу, как я не сочно. Вот, сдавливает. С него течет вот. Такой вот. Рояль. Ну, плохо, что косточка не деляется. Ну, это идет как особенность всей линейки роялей. Так, в целом, очень-очень. Значит, это тоже зимостойкая линейка идет. Персикл. Все семейство роялей. По предварительным данным, можно вращать по всей территории Украины. Тоже люди уже покупали. Северные регионы Украины, это Киевская область, там и более север. Ну, вроде бы плодоносит. У них все нормально. По моим подсчетам, такие, например, в разусе 26, ну, до 30, я думаю, должны выдерживать. Поподоносит уже ежегодно. Значит, больше урожайность показывает на миндале. У нас там есть дерево на миндале отдельно. В прошлом году я снимал видео, а там были не выкопанные саженцы. Ну, то есть там все полностью дерево было облеплено. Именно миндалевый подвой. Вот такая вот мякоть. Ну, отличный вкусный персик. Плохого ничего про них сказать не могу. Очень красивый внешний. Такой вот мраморный, такой вот румянец своеобразный. На 100% румянец абсолютно. Когда будет полностью спелый, будет вот такого цвета, вот как вообще фиолетовый, ты когда же переспевает. Вот. Ну, причем скажу, что внутри линейки, вот взять там, например, Royal Pride или Royal Time, то вкус примерно у всех одинаковый. Ну, некоторые сорта среди этой линейки повкуснее будут. Это и мое мнение, и мнение других тоже покупателей. Это будет Royal Majestic, Royal Time. Они так, на порядок вкуснее, скажем, других представленных в этой линейке сортов. Значит, форма у них круглая идет, типично круглая. Ну, это у всех роялей. Ну, не, некоторые там идут, бывает с небольшой асимметрией. Такие вот. Рядом от Онтарио лежит персик. Ну, там отдельно еще видео по другим роялям сделаю, по возможности, если ничего не помешает сделать видео. Извиняйте, конечно, то, что ветер сильный. Сегодня там никак я не могу помешать ветру в съемке, если будет шуметь, то... Ну, всем спасибо за просмотр моего видео. Это был обзор на наш персик Royal Glory. Вот такое вот. Дерево у нас маточное. Отсюда мы черенки режем. все время и для себя в питомник. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. До свидания.